Лето в Приморье в самом разгаре. Многие уходят в отпуск, а кто-то просто ждет выходных, чтобы отдохнуть. Но куда поехать? Какие пространства свободны и стоит ли бояться ограничений? Обо всем этом по порядку. Первое, что приходит на ум в жаркую погоду, отправится на пляж. По информации МЧС России по Приморскому краю, по состоянию 7 июля прошли проверку и освидетельствование на безопасность 43 пляжа. Они оборудованы всем необходимым для отдыха на воде. В пригороде множество вариантов. Чайка, шамара, стеклянный. Сюда приезжают не только горожане, но и гости края. И очень красиво. Какой необычный пляж. А почему? Ну, стеклышки такие красивые. А вы местные жители? Мы нет. Мы издалека? Мы очень издалека. Мы за 9 тысяч километров приехали. Из Москвы? Нет. Дальше. Вологда. Поделитесь своими впечатлениями от отдыха, от шамара. Вы здесь первый раз? Мы не первый раз. Были 4 года назад. Пляж очень нравится. Что вообще думаете по поводу шамары? Ну, мы первый раз здесь в этом году. Нормально? Чисто? Вода теплая? Море чистое. Песочек мягкий, без камней. Те, кто собираются в отпуск к морю, обычно выбирают базы отдыха. В крае их достаточно. В интернете без труда можно найти вариант на любой вкус. Разброс цен, правда, не маленький. От 1500 до 25 тысяч рублей за место. Несмотря на ограничения, всем хочется отдыхать. Это понятно. Места люди бронируют очень активно. Примерно за неделю или две до даты заезда. Часто даже стоят в очередь. Вдруг место освободится. За городом, конечно, лучше. Всем хочется отдохнуть. Вот люди туда и едут. Мы, конечно, стараемся проверять, вакцинировался человек или нет. Если ПЦР, это понятное дело. В общем, принимаем все необходимые меры безопасности. Загруженность мест летнего отдыха, кажется, не становится препятствием для приморцев. Многие предпочитают уезжать на труднодоступные пляжи подальше от базы новомодных глэмпингов. Кто-то выбирает активный отдых, например, поход. Лето на побережье каждый проводит на свой вкус. Главное – не забывать о правилах безопасности. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова